В ночь на 20 минут 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией. Редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу «Стрелок» разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok